В этой части у нас предусмотрен небольшой зал прощаний, который будет соседствовать с кремационным блоком. Непосредственно мы эту технологическую часть сейчас возводим. Эксклюзивно для зрителей ТВ-21 мурманский предприниматель Руслан Бортко проводит экскурсию по строящемуся крематорию, первому в нашем регионе. Его возводят недалеко от мурманского кладбища между Колой и Мурмашами. Идею создания мужчина вынашивал долгие два года, лишь месяц назад приступил к реализации. Строят пастахановские рабочие, уже заканчивают установку фундамента кремационного блока, одновременно реконструируют двухэтажное административное здание, чтобы уже в январе крематорий начал работу. Перед тем, как начать работу по этому проекту, мы провели определенное статистическое исследование. И оно показало, что 25%, то есть каждый четвертый из тех людей, кто обращается за услугами похорон, они хотели бы воспользоваться кремацией. То есть услуга действительно востребована. Легкость транспортировки, отсутствие привязанности родственников к конкретному городу из-за могилы усопшего и возможность сэкономить, не покупая место на кладбище – главные аргументы в пользу кремации. Если с первыми пунктами ясно, то что с ценой? Поможет ли кремация сэкономить жителям нашего региона? Сегодня средние по стоимости похороны в Мурманске обойдутся в 31 тысячу рублей. За эти деньги компания предоставит деревянный лакированный гроб, похоронный комплект, катафалк, похоронную бригаду, венок с траурной лентой, сосновый крест с табличкой и само захоронение. Кремацию пока предлагают осуществлять в Петербурге. Ее цена – от 63 500 рублей. Сюда войдет деревянный гроб, похоронный комплект, похоронная бригада. Сама процедура сожжения обойдется в 18 тысяч рублей. Также понадобится урна для праха, бальзамирование тела и транспортировка его в Петербург. В строящемся крематории в Мурманске планируемая стоимость кремации – 20 тысяч рублей. В нее войдут трехдневное хранение тела до сожжения, процедура кремации и урна для праха. Гроб и похоронную атрибутику, а также транспортировку тела похоронной бригадой придется оплачивать отдельно. Основная масса производителей оборудования, которые производят именно эти установки, они ориентированы на газ. В нашем случае это намного сложнее, потому что газа, как мы знаем, у нас нет. И, естественно, оборудование и затраты на конкретную процедуру кремации, они немножко повышаются. Поэтому вот такая цена. Ну, нормально, я думаю, что. Мне кажется, да. А почему? Вас устраивает? Ну, да. Я, например, хочу, чтобы меня, например, сожгли. Вот честно вам говорю. И прах разверия на мою ноги, чтобы никто не хотел. Если сейчас похороны обходятся от 40 до 100 тысяч, то, я думаю, в пределах 30 тысяч это было довольно-таки приемлемо. Я за традиционное, я уже себе уже место заказал, когда отца хранил. Вот. А я считаю, крематорий должен быть. Ну, правильно, где-то. Ну, 30 тысяч. Ну, 30 тысяч. Да. Нет, ну, чтобы… Плюс-минус зарплаты, как говорится, это приемлемо. Главное, чтобы было все цивилизовано, а не так, чтобы взяли и как-то засунули, там, сожгли, там, и никакие… Ну, чтобы все было цивилизовано красиво. Затем, чтобы все было цивилизовано, проконтролируют в администрации колы. Именно там предприниматель получил разрешение на строительство крематория. Мы разрешение выдали, и когда будет обращаться к нам за разрешением введения этого объекта в эксплуатацию, мы выйдем туда и будем смотреть, соответствует ли построенный объект той документации проектной, которая подготовлена. Работы планируют завершить 14 декабря этого года, а к лету следующего собираются открыть еще и зал прощания. Татьяна Куфенко, Александр Саницкий, ТВ21